Ямане, Яшишкин, Ямалевич. Незвычайная выстава, удел у якой принялись выше 130 творческих людей из Гомельской области, открылась у Палаца Румянцевых и Паскевичев. На вернисаже завитала Ганна Корольчук. Республиканский выставочный проект Ямане, Яшишкин, Ямалевич в третий раз сбирает лучшие творы белорусов для экспозиции в Минску. Летость, например, на Пропанову отгукнулись амаль 400 авторов. Убачить их картину в Национальный центр сучастных мастерств пришло 3000 человек. Там у селита организаторы вырошили охопить и два областные городы – Гродно и Гомель. Также горы и регионы смогут познайомиться с творчостью мясцовых мастеров, а мастаки смогут передать свои работы без поездки в столицу. Гэта выстава без обмежаванью по узровню адукации, узрости и т.д. и других критериях. Организаторы открыли выставочную простору для кожного, кто лечит себе мастаком и жадает показать глядачам свой твор. Самым юным аутрам у сего 4-5 годов. Самый опытный – 87-годовость Апандры Мук, которого как раз называют Гомельским Шишкиным. Профессийный знакомитый мастак для проекта обрав работу под назвой «Восинская каска». В дворце железнодорожников была областная выставка, а был у нас такой заслуженный художник, звенегородский Борис Федорович. Я пришел, он говорит, вы художник? Чего ваших работ нет? И за то время, 68-го года, я начал областные, республиканские, всесоюзные, международные. Мои 8 работ в 2012 году экспонировались в Сингапуре. На ведвольникам выставы пропонуют проголосовать за уподобанные творы. Для частей эксперимента все работы размещены под номерами. 28-го Саковика выберет перемышцу голосования. И он отримает приз и мягчимость бесплатно представить свою работу на Усебелорусской выставе в Минску. Она пройдет с 4-го Красавика по 12 мая в Национальном центре сучасных мастацтвов. Очень много художников, которые поучаствовали первый раз в выставке «Яманеев, Шишкин и Амалевич», начали заниматься и делать свои персональные выставки. Многие начали делать выставки за рубежом, начали продавать свою работу. Многие посвятили свое время жизненное именно созданию своих творений и начали даже зарабатывать. Очень много действительно таких людей. Экспозицию в залах палаца будет працевать до 31-го Саковика. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель».